наука и медицина далеко продвинулись в области трансплантации в организме больше органов которые можно пересадить чем нет на самом деле в настоящее время можно пересадить любой орган кроме одного головы в настоящее время пересадка мозга невозможно и не верится что через несколько лет это станет возможным если вообще когда-либо будет достигнута эта процедура вызывает большие сомнения и многие не верят что это возможно во первых потому что они считают это скорее трансплантации тела чем мозга потому что на самом деле мы бы имплантировали тело умершего человека в живой мозг но помимо терминологии процедура как таковая не убеждает многих экспертов которые считают что современные технологии не позволяют сделать такую операцию удовлетворительной нужно было бы соединить голову со всеми структурами шеи артериями венами дыхательными путями пищеварительной системой костями и т действие не говоря уже о нервных волокнах которые нам пришлось бы соединять одно за другим если современные знания не позволяют нам правильно соединить головной и спинной мозг одного и того же человека когда они разделены разрезом например в результате несчастного случая представь с какими ограничениями мы столкнемся если захотим сделать трансплантацию группа ученых из медицинского университета харвина в китае провела первую успешную трансплантацию человеческой головы трансплантация под руководством доктора сиапин жень длилась 18 часов и показала что можно успешно восстановить соединение позвоночника нервов и кровеносных сосудов в прошлом году специалисту удалось успешно вставить голову в тело обезьяны эта трансплантация представляет собой грандиозный прорыв в области медицины новинка была анонсирована в вене австрии итальянцем серджио канавера директором туринской группы адвенст нюрамадалашин групп который сообщил что первая пересадка человека на человеческие трупы была проведена полная замена головы у доноров органов с мертвым мозгом это следующий этап валерию спиридонову 30-летнему русскому мужчине страдающему спинальной мышечной атрофией в следующем месяце предстоит первая пересадка головы живому человеку после успешного теста на трупе процедура не разрешена ни в америке ни в европе поэтому врачи разрабатывают свою программу в китае эта новость не была полностью положительной для научного сообщества поскольку методы профессора канавера подверглись сомнению по мнению некоторых ученых первый процесс в живом человеке может быть намного хуже чем смерть поскольку человек будет страдать в процессе адаптации к своему новому телу мы в одном шаге от продления жизни на неопределенный срок так как 80-летнему человеку я смогу дать новое тело чтобы он прожил еще 40 лет заявил канавера помимо пересадки головы в прошлом году элон маск планирует вживить чипы в человеческий мозг в 2022 его компания neural link была основана на предпосылке изучения человеческого мозга и его возможного слияния с компьютерами и искусственным интеллектом но он также представил практические достижения которые как он надеется навсегда изменит медицину становится ясно что генеральный директор тесла и spacex убежден что то что у них на руках может иметь значение да и после лечения серьезных травм очевидно это не означает что те кто первым получит мозговой имплантат neural link мгновенно восстановит утраченные двигательные навыки на самом деле в апреле прошлого года элон маск опубликовал в твиттере несколько концепций того как они стремятся к эволюции чипа neural link по словам предпринимателя изначально устройство позволит парализованному человеку управлять смартфоном с помощью своего разума имея возможность делать это даже быстрее чем если бы он использовал свои пальцы в то время как более поздние версии могут перенаправлять сигналы на другие устройства расположенные на теле чтобы восстановить способность ходить само собой разумеется что до этой последней возможности еще несколько лет однако первые испытания на людях могут начать демонстрировать потенциал этого проекта если neural link получит разрешение в да на 2022 появятся дополнительные аргументы в пользу того чтобы проанализировать есть ли у долгосрочного видения илона маск все необходимое материализоваться ты веришь что имплантация чипов в человеческий мозг или пересадка голов будет успешной дай нам знать в комментариях подпишись чтобы не пропустить наши рекомендуемые истории когда мы опубликуем новое видео купи попкорн и приготовься узнать лучшие факты в мире и узнать лучшие факты в мире